Добрый вечер! В прямом эфире новости. В студии работает Кира Канеболодская. Свердоперевод обеспечивает Хасан Исраилов и Курыка Главном. Привлекая капитал, в Казахстане создадут национальную платформу для инвесторов. Как она будет работать, расскажем. И в снег, и в дождь. В Атырау дорожники укладывали асфальт поверх луж. После скандала процесс приостановили. Дело труба. Жители частного сектора Петропавловска замерзают из-за проблем с центральным отоплением. Кто виноват, разбирались об этом и многом другом уже через несколько секунд. И начнем с официальных новостей. Казахстан по-прежнему продолжает работать над улучшением инвестиционных условий, заверил президент страны на заседании Совета иностранных инвесторов в Астане. Это касается как судебной, так и правовой систем. Также к концу года будет запущена национальная цифровая платформа для инвесторов, что поможет им следить за реализацией проектов в режиме реального времени. А для приоритетных продуктов создадут зеленый коридор. Моя коллега Батагос Айджанова расскажет, какие отрасли в стране нуждаются в большом капитале. Иностранные инвестиции приносят капитал, технологии, опыт и связи, что помогает модернизировать инфраструктуру, создавать новые рабочие места и развивать различные секторы экономики. Совет иностранных инвесторов при президенте – это консультативный орган, куда входят крупнейшие бизнесмены мира. И наша страна на протяжении нескольких лет работает над созданием максимально комфортных условий для притока больших денег в казахстанскую экономику. Казахстан уделяет особое внимание повышению инвестиционной привлекательности. Только в 2023 году в нашу экономику был зафиксирован валовый приток прямых иностранных инвестиций в размере более 23 миллиардов долларов. По данным Международного института менеджмента и развития, в этом году Казахстан вошел в число 35 самых конкурентоспособных стран мира. Мудис также присвоил стране самый высокий рейтинг за всю историю. Но мы не должны этим довольствоваться и упорно работать над дальнейшим привлечением инвестиций. Говоря о привлекательности казахстанской экономики, президент акцентировал внимание на сфере геологоразведки. За последние шесть лет в эту отрасль пришли частные инвестиции в размере более 1 миллиарда долларов США. Благодаря инвестициям увеличилась добыча нефти в три раза. Казахстан вошел в пятерку стран с высокими темпами роста черного золота. Новая цель – преодолеть порог в 100 миллионов тонн в год, подчеркнул глава государства. В следующем году исполняется 30 лет. С начала работы Лукойла в Казахстане. Лукойл остается одним из крупнейших иностранных инвесторов в экономику республики. С вложениями свыше 11 миллиардов долларов. Накопленный объем добычи в доле компании на текущее время более 90 миллионов тонн нефти и 56 миллиардов кваметров газа. Между тем, Касым Жумартукаев напомнил, что инвестиционное управление в правительстве наделено полномочиями решать возникающие проблемы, следуя принципу «здесь и сейчас». Благоприятную экосистему для инвесторов отметила и глава Европейского банка реконструкции и развития. Предлагает налоговые преимущества, сокращает барьеры и пересматривает законодательство. Национальная инвестиционная платформа была создана для того, чтобы помогать инвесторам в каждодневной работе. Мы видим результаты данных шагов. Доля экономик, которая не связана с нефтью, уже повысилась с трех четвертей до 84%. За годы независимости в Казахстан привлечено свыше 400 миллиардов долларов. Теперь у правительства Казахстана стоит новая задача. Еще 150 миллиардов долларов до 2029 года. При этом, по данным Министерства национальной экономики, рост инвестиций идет в несырьевые отрасли. Это здравоохранение, образование и связь. К примеру, на полях сегодняшнего заседания стало известно о том, что Европейский банк реконструкции и развития подпишет договор государственно-частного партнерства о строительстве больницы в городе Кухшетау на 630 койко-мест. Здравоохранение очень важная отрасль. Здесь много мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас было именно собственное производство лекарств, медикаментов. Мы не зависели ни от какой другой страны. И это первое. Второе, это, конечно, будут вкладывать в развитие науки, лабораторий, исследования, привлечения новых технологий, а также развитие человеческого капитала, подготовку кадров. Основные важные вопросы, которые поднимают инвесторы, которые важны для них. Первое, это верховенство закона, налоговый режим понятный, преференции, конечно, когда вкладываются большие средства, то должны быть понятные условия для инвесторов, обозначенные правильными правилами игры. Помимо сферы энергетики, необходимы большие деньги и для производства товаров и услуг с высокой добавленной стоимостью. Есть потенциал в пищевой промышленности, туризме и альтернативной энергетике. Это производство экологически чистого водорода, передовая переработка редкоземельных металлов. Вызывают интерес у инвесторов, IT-индустрии и финтех. Сегодня президент как раз таки сфокусировал внимание инвесторов на развитии промышленности, на индустриальном секторе. Задача государства, с которой она очень успешно справляется, создать условия для инвесторов. Что касается наших проектов, это и проект железнодорожной ветки Аягосбахты, и создание нескольких нефтехимических комплексов, завода по производству бутудиеновых каучуков, логистический комплекс под Алма-Аты, несколько солнечных и ветропарков. Также в своей речи президент говорил об агропромышленном секторе и логистике. В стране планируется отремонтировать 11 тысяч километров старых железных дорог и построить более 5 тысяч новых. В стране нужны новые грузовые терминалы и производство транспортных судов. В заключении президент еще раз подчеркнул о важности диалога между членами совета и государственными органами. Со своей стороны Казахстан готов максимально помогать, а также и защищать права инвесторов. Батогос Айджанова, Дулат Интибеков, Азамат Саметов при поддержке телерадиокомплекса президента Хабар. И сегодня же глава государства провел встречу с президентом Европейского банка реконструкции и развития от дилера НОБАСО, прибывший в Казахстан для участия в пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. Собеседники обсудили перспективы реализации ряда совместных инвестпроектов в различных отраслях экономики. Касым Жумар Тукаев высоко оценил стратегический характер сотрудничества ЕБР, а также вклад Международного финн-института в прогресс экономики Казахстана. В свою очередь, от дилера НОБАСО сообщила, что банк внимательно изучает инвестиционные проекты Казахстана и заявила о заинтересованности в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития. ЕБРР намерен в ближайшие годы вложить 2 млрд евро в экономику Казахстана в рамках осуществления перехода зеленого. В этом году Европейский банк реконструкции и развития для реализации 22 проектов инвестирует в нашу страну 650 млн долларов. А на встрече с президентом Майкрософт в Центральной Европе и Центральной Азии глава государства обсудил перспективы сотрудничества Казахстана и компаний по развитию IT-индустрии и созданию полноценной экосистемы для стартаперов. Мишель Симмонс проинформировала Касымжу Марта Токаева о том, что казахстанский офис Майкрософт был трансформирован в мультирегиональный хаб, деятельность которого охватывает Центральную Азию, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан. Глава государства сообщил, что Казахстан активно работает над законодательством в области искусственного интеллекта с целью использования его потенциала для развития инноваций и экономического роста. В следующем году планируется создание Национального центра искусственного интеллекта, который станет основой инфраструктуры для цифровой трансформации страны. О результатах деятельности одной из крупнейших компаний по разведке, добыче и переработке драгоценных и цветных металлов в Казахстане, а также о планах на предстоящий период проинформировал Касымжу Марта Токаева, главный исполнительный директор Соликор Ресорселс ПЛС. Виталий Нессис сообщил, что предприятие начало реализацию проекта по строительству нового гидрометаллургического комплекса Ертыс ГМК в Павлодаре. Проектная мощность будущего завода составит 300 тысяч тонн концентрата в год. Предполагается выпуск сплава Доры, частота до 98% золота. Виталий Нессис также рассказал о планах по строительству геологической лаборатории в Караганде. Глава государства, в свою очередь, отметил актуальность принимаемых компаний мер по подготовке инженерных кадров для отечественной промышленности страны. Вопросы расширения присутствия ведущей фармацевтической компании в Казахстане и Центральной Азии Польфарма обсудил глава государства с представителем наблюдательного совета Ежи Старака. Глава государства был проинформирован о завершении строительства лаборатории контроля качества и научно-исследовательского испытательного центра компании, а также о планах по запуску производства новых лекарственных препаратов в ближайшем будущем. Касым Жумар Токаев отметил важность развития научно-исследовательского потенциала Казахстана, фармацевтической индустрии и внедрения обучающих программ. Он поблагодарил польского инвестора за оперативную помощь в предоставлении необходимых медицинских препаратов в пострадавшие весной от паводков регионы нашей страны. Председатель Мажелиса Ерлан Кушанов принял участие во втором заседании Межпарламентского совета по сотрудничеству между парламентами Казахстана и Кыргызстана. Депутаты обсудили взаимодействие в экономической, инвестиционной, водно-энергетической, транспортной, образовательной и культурно-гуманитарной сферах и подписали положение о Межпарламентском совете по сотрудничеству. В этом году благодаря совместным мероприятиям поливочный сезон прошел без потерь, отметил Ерлан Кушанов. И поблагодарил Кыргызскую сторону за обеспечение подачи воды через реки Шу и Талас в вегетационный период. Также спикер Мажелиса вручил Турагажу Горку Кенеша Нурланбеку Шакиеву орден Достык за большой вклад в укрепление и развитие двухсторонних отношений. В ходе визита председатель Мажелиса и депутаты возложили венок к мемориалу памяти погибших в ходе трагических событий 1916 года. А также посетили могилу и дом музея великого кыргызского писателя Чингиза Айтматова. Братский Кыргызстан всегда был и остается надежным стратегическим партнером нашей страны. Высокая динамика и содержание встреч на высшем уровне в последние годы ярко демонстрируют союзнический характер нашего сотрудничества. Историческое значение имел официальный визит президента Садара Жапарова в Казахстан в этом году. Подписан межгосударственный договор об углублении и расширении союзнических отношений и ряд важных отраслевых соглашений. Еще одна страна будет выдавать нам преступников. Депутаты Сената ратифицировали договоры между Казахстаном и Вьетнамом о передаче осужденных лиц. Документ позволит казахстанским гражданам в случае их осуждения или лишения свободы во Вьетнаме отбывать наказание в нашей стране. Такую же возможность получат и вьетнамцы. Казахстанам одобрены запросы о выдаче 192 иностранных граждан для дальнейшего отбывания наказания в странах, гражданами которых они являются. 900 казахстанцев все еще отбывают наказание в других странах. Всего же за последние 5 лет в страну для отбытия наказания были возвращены около 160 наших граждан. В общей сложности договора о передаче осужденных лиц заключены с 23 государствами. В прошлом году 55 тысяч наших граждан посетило Вьетнам. В этом году за 9 месяцев их количество выросло до 106 тысяч. Всякое может быть, находясь за рубежом. Если вдруг что-то случится, мы должны им помочь. На подписание, на ратификацию одного такого соглашения уходит как минимум год. За этот текущий период мы экстрадировали 52 человека. В основном это у нас общеуголовные преступления. Это мошенничество, кражи. Есть особо тяжкие преступления. В основном под экстрадицию попадают у нас те лица, которые находятся в ближнем зарубеже, это страны СНГ. Но есть и при этом и дальние зарубежи. Случаи избиения несовершеннолетних пациентов установлены в Павлодарском психоневрологическом диспансере. Противозаконные действия персонала обнаружила прокуратура при осмотре камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как воспитательница перед сном бьет детей по животу, плечам и спине. В центре находится 60 особенных детей, нуждающихся в постоянном уходе. Напомню, подобные случаи там были зарегистрированы 4 года назад. Тогда несколько сотрудников привлекли к ответственности. Учреждение относится к областному управлению координацией занятостей социальных программ. Надзорный орган инициировал проверку во всех детских социальных учреждениях. Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. А в Шемкенте 12 строительных компаний подозревают в предоставлении недостоверных документов для тендера. По данным Антикора, службы компании завышали свои показатели, учитывая внушительный опыт работы. Автоматизированная рейтинга «Бальная система» на сайте госзакупок не распознала обман. Выяснить это удалось во время мониторинга. Опыт работы проверили у всех строительных организаций мегаполиса. Оказалось, что недобросовестные компании смогли выиграть тендер на общую сумму в 21 миллиард тенге. По документам они строили 80 объектов, что позволило набрать им высокий рейтинг. Доверяя этим данным, система ошибочно засчитала компании как благонадежных исполнителей. Борцы с коррупцией сомневаются, что эти организации вообще проводили заявленные строительные работы. По их данным, уведомления о начале работ отсутствуют, архитектурно-планировочные задания также не были выданы. К тому же, компании не выплачивали налоги. Они предоставляли фиктивную документацию об выполненных работах. Сейчас этот вопрос рассматривается центральным аппаратом. И уже Министерство финансов, как орган-разработчик НПА, правового акта, будут туда внесены соответствующие предложения для изменения ситуации. А в Атырау приостановили дорожное строительство. Причиной стала неблаготоприятная погода. Четвертые сутки в регионе идут обильные дожди. Взять тайм-аут дорожникам пришлось после резонансной публикации в соцсетях. На видео строители укладывали горячий асфальт прямо поверх луж. Уполномоченные органы взяли под контроль ход строительных работ и порекомендовали подрядчикам временно прекратить работы. В причинах такой спешки строители разбирались наши корреспонденты. В этом году в Атырау планировали отремонтировать 9,5 километров дорог на 12 улицах города. Но дорожники успели уложить только 5 километров асфальта. Ремонт дорог горожане ждали не первый год. Но теперь они сами возмутились темпами строительства. А попросту спешкой. В соцсетях распространилось видео, где показан процесс укладки асфальта на улице Сыромодатова. А траусцы опасаются, что наспех уложенное дорожное покрытие также быстро разрушится. Этот ролик запостил в своем аккаунте депутат областного мыслихата Айбар Ерекешев. На объекте, где асфальт укладывали поверх луж, не было ни технадзора, ни прораба. Поэтому мы предупредили рабочих. Полномочий приостановить работы у нас нет. Но потребовали соблюдать нормативы, утвержденные законом. На строительство почти пятикилометровой улицы выделили 5 миллиардов тенге. Проект, рассчитанный на два года, предполагает строительство четырехполосной дороги, сливневой канализации и устройства освещения. Из-за весенних паводков дорожное строительство в регионе запоздало на два месяца. Теперь продолжить работу мешают дожди, сетует руководитель проекта Ермек Хамедуллин. Мы должны были сдать работу в этом году. Теперь вынуждены стоять. Как только погода прояснится, откачаем воду, высушим дорожное полотно и приступим к укладке асфальта. После возмущения общественности на объект прибыли представители контролирующих органов. По словам представителей отдела автодорог и пассажирского транспорта Куаныша Кабдегалиева, объект в эксплуатацию еще не принимали и говорить о его качестве еще рано. Этот объект мы еще не принимали у подрядчиков. Они успели построить всего 800 метров, то есть пятую часть. Теперь, совместно с экспертами Национального центра качества дорожных активов, будем брать пробы с каждого участка. Проверим плотность асфальта, влажность почвы и другие показатели. Если подрядная организация не примет необходимых мер, мы инициируем проверку. Если подтвердится факт несоблюдения необходимых норм, будет возбуждено административное дело производства по 312-й статье за строительство без сопровождения технического и авторского надзоров. Эта статья предполагает субъектам среднего бизнеса штраф до 400 тысяч тенге. В случае повторного нарушения в течение года компанию могут лишить лицензии на строительство. После предупреждения уполномоченных органов работы приостановили на всех объектах. Объем заготовок противогололедных материалов увеличили в три раза по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил председатель правления Казахтажол Дархан Иманашев. По его словам, для безопасного движения заготовлено 63 тысячи тонн технической соли, 104 тысячи тонн кубометров песка, 172 тысячи кубометров отсева и более тысячи тонн химреагентов. Глава нацкомпании также отметил, что в зимний период поступает много жалоб. После анализа выявили свыше 2000 километров участков дорог, подверженных снежным заносом. Для устранения проблем и нименизации рисков установлено 31 тысяча деревянных щитов. На сегодня сеть дорог республиканского значения составляет 25 тысяч километров. Из них более 3,5 тысяч километров находятся на реконструкции и в процессе капитального ремонта. Одним из ключевых аспектов подготовки является обеспечение дорожной техники. В парке ТОО «Каш-сервис» насчитывается 2586 единиц техники, что составляет 35% от нормативных потребностей. В летний период была проведена модернизация, ремонт техники, необходимый для зимнего содержания. А также закуплены необходимые запасные части. Для усиления парка дополнительно привлечено порядка 255 единиц техники на условиях аренды. В своих домах замерзают жители микрорайона «Солнечный» в Петропавловске. Всему виной центральное отопление, которое, по их словам, не доходит до микрорайона. Оплачивая немалые счета за теплоснажение, петропавловцы закупают уголь и дрова и запускают старые печи. На подходе зима, и они опасаются, как в этом году им придется переживать суровые северные морозы. Жителями микрорайона встретилась Наталья Волкова. Из 500 домов частного сектора к центральному отоплению подключились меньше сотни. В этом году их ряды пополнила и семья Марии Черемушкиной. Дорогое удовольствие комфорта дому не принесло. Теперь женщина рассчитывается с долгами, взятыми на подвод теплоснабжения, и не знает, как обогреть свое жилье. Я отдала 2 миллиона 150. Я не могу себе позволить купить уголь. Уголь сейчас тоже нынче дорого. И мне надо где-то брать хотя бы 5 тонн угля, чтобы протопиться. И еще машину дров, чтобы топить. Выходит, деньги я закопала в землю или как? Как выходит? Что делать? Теплотрассу в микрорайон Солнечный провели 15 лет назад. И с самого начала, по словам жителей, ее спроектировали, а затем и проложили с нарушениями. Регулярные аварии и порывы коммунальщики устраняют единовременным ремонтом. В то время как теплотрасса, по мнению жительницы микрорайона Лидии Бурма, требует масштабного исследования. Мы просим, чтобы была создана комиссия в составе отдела ЖКХ и отдела Севкосэнерго, чтобы специалисты пришли и полностью проверили нашу трассу. Потому что так не должно быть. Мы хотим, чтобы именно компетентная была команда, которая наладит нашу трассу. Чтобы мы могли спокойно жить. Люди просто мерзнут. Жители видят смысл и в установке насосной станции. В пресс-службе Акима Петропавловска заверили, что предложенные населением варианты рассмотрят только при официальном обращении в местный исполнительный орган. Если жители думают, что есть необходимость проверить полностью теплотрассу, то они могут письменно обратиться в городской Акимат. Будет создана комиссия, в составе которых будут специалисты ЖКХ и также теплосетей. И уже совместно выведут на место и уже будут совместно принимать решение в случае необходимости. И будут уже закладывать средства на ремонт на будущие годы. А пока температура в домах микрорайона Солнечный опускается до плюс 10 и ниже градусов. Комфортной для проживания ее сложно назвать. Некоторые жители, беспокоя из-за здоровья, ночуют у родственников. Наталья Волкова, Конышко, Сбеков, Петропавловск, Хабар. 11 промышленных предприятий в ИКО не имеют систем онлайн-мониторинга по контролю за выбросами. Руководители организации ссылаются на дороговизну оборудования. По стандартам экологического кодекса установить новейшие датчики необходимо к 1 января следующего года. Если предприятие ежегодно сбрасывает в атмосферу порядка 500 тонн веществ, то это норма обязательная. Сегодня же объемы выбросов не контролируют на Ридер-ТЭЦ, локальных котельных Усть-Каменогорска и районов области. В 10 металлургических комплексах региона экооборудование поставили и завершают его настройку и подключение к единой базе Министерства экологии. Не установившим датчики могут грозить штрафы. Данные предприятия мотивируют тем, что якобы они не знали об этом требовании экологии законодательства. Но это не освобождает их от ответственности. Мы в этой части направили соответствующее письмо в органы прокуратуры, чтобы они внесли нам протест прокурорского надзора для привлечения данных лиц к административной ответственности. В городе Балхашуя Карагандинской области подстанция скорой медицинской помощи впервые за 30 лет работы обрела собственное здание. Старую постройку специально восстановили для врачей. До этого бригадам неотложки приходилось находиться в отдельно выделенных помещениях при стационаре. И такие условия труда доставляли неудобства врачам. Глава региона Ермагомбет Буликпаев во время рабочей поездки в Балхаш ознакомился с работой скорой медицинской помощи. На подстанции работают шесть бригад скорой помощи, которые в течение года обслуживают до 30 тысяч вызовов. До этого момента им приходилось трудиться в стесненных условиях. Теперь им выделили отдельное здание. Здесь обновили инженерные сети, заменили крышу, установили систему противопожарной безопасности и видеонаблюдения. Есть комнаты отдыха, три бокса для машин, моечный, стояночный и ремонтный. Раньше наши шесть бригад скорой медицинской помощи города Балхаш дислоцировались при стационарии в отдельном выделенных помещениях. Условия труда желали быть лучшими. Было принято решение об реконструкции старого здания архива под подстанцию скорой медицинской помощи. Аким Карагандинской области Ермагомбет Буликпаев подчеркнул, что это должно улучшить качество оказания медицинской помощи для 80 тысяч жителей региона. Он также сообщил, что еще 25 молодых специалистов пополнят ряды коллектива межрайонной больницы. Врачей обеспечили жильем. Для этого на территории лечебницы отремонтировали трехэтажное здание на 30 квартир. По поручению президента страны мы активно улучшаем условия труда медиков. Особое внимание при этом обращаем и на предоставление медицинских услуг жителям региона. В области мы должны построить еще 91 медицинский объект. В том числе откроем новые амбулатории в селах. Изменения произошли и на базе поликлиники многопрофильной больницы Балхаша. Здесь открыли первый центр лучших практик и кабинет здоровья. Так что теперь жители смогут получать комплексную медицинскую, социальную и психологическую помощь. Леана Жамльханова, Зарина Зулпыхар, Каргандинская область, Хабар. К социально-правозащитной модели инвалидности планируют перейти в Казахстане. Об этом на брифинге в СЦК рассказал вице-министр труда и социальной защиты населения. Оскарбек Ертаев сообщил о разработанной концепции инклюзивной политики до 2030 года. Главным новшеством документа является создание условий по переходу от медико-социальной к социально-правозащитной модели инвалидности. Новые подходы к реализации инклюзивной политики предусматривают принятие комплекса действенных мер, направленных на реализацию прав, расширение возможностей лиц с инвалидностью, а также создание необходимых условий для их полноценной социальной жизни. В стране проживают 750 тысяч лиц с особыми потребностями, из которых 15% — это дети. Проект концепции предусматривает 13 направлений дальнейшей работы, таких как равенство и недискриминация, правовая защищенность, доступ к правосудию, достаточный уровень жизни, социальная защита, инклюзивный рынок труда, производственная среда и другие. Расширение правовой защиты людей с ограниченными возможностями будет обеспечено благодаря принятию эффективных законодательных и нормативных актов, сведения механизмов, мониторинга и контроля. Куклы из разных материалов по фотографиям людей создают жительницы Алматы. 42-летняя Женар Урсарова родилась с нарушением слуха и с детства увлекается рукоделием. С 2017 года она создала более 400 кукол. Работы Женар пользуются популярностью не только в нашей стране, но и за рубежом. О процессе создания мастерица поделилась с нашим корреспондентом. Алия Феликс Каза продолжит. Тряпочные и шарнирные куклы, а также заготовки для будущих работ – так выглядит домашняя мастерская Женар Урсаровой. В глаза сразу бросается тематическая работа под названием «Осенняя девочка». Это лишь часть коллекции мастерицы. Каждая кукла уникальна и создается с вниманием к мельчайшим деталям, особенно при изготовлении по фотографиям. Женар Урсарова с супругом, чемпионом сурдолимпийских игр по греко-римской борьбе, Харатханом Шонку воспитывает троих детей. К своему увлечению она пришла 7 лет назад, когда сшила первую куклу для старшей дочери. Работа настолько впечатлила друзей семье, что они начали заказывать такие же игрушки для своих детей. «Я всегда любила куклы, но никогда не думала, что хобби станет источником заработка», – рассказывает рукодельница. В 2017 году я увидела в интернете необычную куклу. Она мне очень понравилась. В детстве я даже не думала, что это увлечение станет моей работой и будет приносить доход. С детства Женар проявляла творческие способности. Мама мастерицы вспоминает, как в 10 лет подарила ей куклу Барби. Для игрушки Женар сшила всю одежду из найденных дома лоскутков, вспоминая тогда на Урсарова. «Она полностью себя отдает своему творчеству и от этого получает огромную-огромную удовольствие. Это, говорит, на первом месте семья, на втором – моя кукла, ее рукоделие». За годы шитья Жанар Русарова создала порядка 400 кукол. В будущем она хочет открыть свою мастерскую и проводить мастер-классы для всех желающих. В Черногорском городе Будва завершились четверть финальной поединки молодежного чемпионата мира по боксу. По итогам этой стадии сборная Казахстана установила рекорд. Сразу 17 представителей мужской и женской команды вошли в полуфинал и как минимум обеспечили себе бронзовые медали. О других событиях из мира спорта расскажет Зарина Кусанова. Представительница сборной Казахстана по женской борьбе Жамиль Багбергенова стала серебряным призером чемпионата мира в Албанско-Тиране, где спортсмены соревновались в неолимпийских весовых категориях. Багбергенова завоевала путевку в финал в весе до 72 килограммов. Казахстанка боролась решающей схватки против японки Ами Иси, которая на прошлой неделе выиграла молодежный чемпионат мира в категории до 68 килограммов. Наша спортсменка уступила в первой половине поединка. Во втором периоде она смогла на некоторое время выйти вперед, но в итоге все же потерпела поражение со счетом 6-8. Таким образом, 28-летняя казахстанка стала четырехкратным призером чемпионатов мира. В этой весовой категории она трижды выигрывала серебро и один раз бронзу. А казахстанский борец вольного стиля Нуркажа Кайпанов одержал победу в полуфинале и продолжит борьбу за золото чемпионата мира. В весовой категории до 70 килограммов ему противостоял Абдулмажет Кудиев из Таджикистана. Поединок завершился уверенной победой отечественного вольника с разгромным счетом 13-2. Таким образом, сегодня Кайпанов поспорит за медаль высшей пробы с японцем Юшину Суке Аяоги. Старт финальной сессии намечен на 22.00 по казахстанскому времени. А другой казахстанский борец Даулет Ергеш выступит в утешительной схватке за выход на поединок за бронзу чемпионата мира. В столице состоялось открытие галофинальных и профессиональных поединков республиканского турнира по кикбоксингу в честь столетия Халыка Харманы Рахимжана Кашкарбаева. Мероприятие организовано в рамках проекта «Астана. Город без наркотиков» и собрало более 500 спортсменов из 13 областей Казахстана, включая чемпионов мира и Азии. Особенность галафинала в том, что это решающие схватки турниров, которые проходят в определенной атмосфере шоу. Благодаря этому бои становятся намного зрелищнее. Отмечу, лучшие спортсмены будут награждены заслуженными призами и медалями.